Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 10-я серия... Графа Монте-Кристо! Письмо от Эдмона. Письмо от Эдмона? Вот это круто! Погнали, письмо от Эдмона. Погнали, письмо от Эдмона. Погнали бедного Баруа. Альберт! Постоянно у нее сидит, постоянно. Только вот кто его допускает? Может поспишь? Кроме силы воли меня ничто не поддержит. Вот серьезно. Не похоже, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Я вижу, всю прислугу отпустили? Да, я знаю. Одну ее в этом доме я не могу оставить. И правильно делаешь. А Франц сказал мне вчера, Недостаточно жениться, чтобы сделать человека счастливым. Поэтому я подумал, что же ей сейчас нужно больше всего. Максимилиан. Хотя она и спит, мне кажется, ей сейчас до слез одиноко. Спит? А? когда она откроет глаза, я хочу быть рядом с ней. Поэтому я сегодня решил, что заберу ее к себе и буду о ней заботиться. Я не хочу, чтобы она больше страдала. Да, тебе кто-то позволит? Как ты вообще в доме находишься? Я парил. Опять ты в моем доме? Ваше превосходительство. Я хотел с вами поговорить. Слушай внимательно. Если я только увижу, что ты попытаешься забрать мою дочь, тебя сразу арестуют за похищение. Это не угроза. Но то, что происходит в этом доме, это тебя не касается. Убирайся отсюда. Альбер, и ты тоже. Простите вашу светлость, но в вашей семье действительно что-то странное. Меня тоже кто-то чуть не отравил. Кто же это? Если есть кто-то, кто мог бы вызвать подозрения, то это только нахальный мошенник-граф. Все ясно. Это касается только моей семьи. Я запрещаю вам входить в мой дом. Что-то такого жесткого ситуации нет. Отправляю вам отчет о расследовании касательно графа Монте-Кристо. Ага. Пока я ездил по местам, которые вы обозначили вашу светлость, я вдруг случайно обнаружил, что один пожилой священник тоже собирает сведения, посещая те же места, что и я. Он был там уже несколько раз за последние три месяца. Да-да, все было так. Этот священник собирал информацию об одном старике, который умер в бедности. Этого старика звали Луи Дантес. Да, отец. Чтобы выяснить, зачем он это делает, а также пролить свет на их связь с Монте-Кристо, я собираюсь наведаться в дом, где жил этот старик, и обследовать его. Так, это... Не буду ломать кач. Этого старика звали Луи Дантес. Дантес? 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 Я не понял. Папа! Сегодня в школе представление. Ты же придешь? Мама, что тебе не сказала? У меня срочные дела, прости. Но ты же обещал! Сказал, что на этот раз обязательно придешь! Папа очень занят, Эдуард. Мне все равно! Папа обманщик! Уведи его отсюда! Объяснять ему такие вещи – твоя обязанность, как матери. Да, но Эдуард так ждал этого. Я не хочу об этом слышать! Не мешай! К слову, она и его хочет провануть. Скажи учительнице, что им придется играть без желтого гнома! Без желтого гнома! Что такое? Грехи настигали? Господин! Что такое? Ты все еще здесь! Быстро собирай свои вещи! Приглашение? Пришло приглашение на похороны! Что там? Что там? Что там? Что там? Хорошо, что я унаследовал много земельных владений. Но я столького еще не знаю. Прежде всего, нужно хорошо изучить законы. Когда получаешь большое наследство, это вдвойне важно. Если самому не следить, например, за налогами на имущество, это может привести к большой беде. Я даже не думал об этом. Сказать по правде, мне сейчас как раз нужен партнер, который сможет достойно управлять моим капиталом. Партнер, говоришь? Вы даже не представляете, тут какая сейчас фигня случится. О-о-о-о... Ужини! Позвольте, я зайду к вам, когда освобожусь. Простите, у меня сейчас занятие фортепьяно. Это было типа, иди ты, нахуй! Тогда... Простите ее за невежливость. Да что вы! Это только между нами. С помолвкой все не так гладко. только на сайма что-то случилось нет короче мне кажется всей марсельской компании сейчас пришло письмо интересно от кого приглашение на похороны ночи но видимо кавальганте в курсах кучера письмо для вашего отца да спасибо это не демон дантес дантес а ну подписано как эдмонд дантес интересно да работаешь ну да нет уже закончил вот подокурдов хочу с тобой кое-что отсудить садись пожалуйста столицы приближаются выборы надо много с чем разобраться представляю тебе пришло письмо своему охраны а я только что вернулся из дома вильфоров или порт валентина она не думаю нужно забрать валентина оттуда мир он даже не понимает я подумал что может ты сможешь убедить в этом ее отца оставаясь в этом доме она каждую минуту подвергается опасности если попросишь ты то может миссия вильфор послушать тебя почему ты считаешь себя вправе совать нос в чужие дела что ты такое говоришь она же моя подруга не ты никто бы то ни было еще не имеет права лезть в дела чужой семьи что ты такое говоришь ты же ничего не знаешь если все оставить как есть я сказал нет и больше в это не вмешивайся почему ты так злишься моя подруга в педе а ты говоришь не вмешиваться да забудь мне не стоило к тебе обращаться эх бедный парень он просто сейчас нервничает очень а то письмо от покойника кто бы не нервничал а интересно кто им послал письмо ну точно не почему ты так расстроен точно не граф да с отцом немного поссорился понятно коза мама и думал ты знаешь эдмона дантеса еще как даже не представляешь эдмона дантеса да сегодня от него пришло письмо салона мосту увидеть это письмо как он сразу изменился в лице побледнел чуть сквозь землю не провалился и ты тоже дусан что такое да нет ничего я последнее время плохо сплю вообще ее ни в чем видеть дизайнер снимать к приближается выборы ты тоже устала видимо ты прав и пресс отдохни хорошенько тоже этот этом эдмон дантес это тот человек же умер он и грешно он умер у осталось рпп этот сто процентов сейчас едет с вооруженный церковь он последовал за ним граната что он здесь делает на него артинда а это кто это случайно не это любовница луи джи вампо о двое уже здесь проклятие и тебе тоже пришло письмо это глупая шутка пойдемте отсюда кто-то знает кто-то знает о том что нас связывает кто-то вы все здесь а у это сто процентов кто ты черт побери кадрус сто процентов это кадрус ты да ваш старый друг кадрус вы добились успеха и совсем забыли про меня и про все что было Вы все теперь влиятельные люди? Не то, что раньше. Это ты все устроил, кадрос? Что за глупые игры? У меня тоже. Я тоже получил приглашение. Кто же еще знает об этом старом деле? Думайте, думайте. Что здесь происходит? О, теперь он знает. Вы спрашиваете, кто еще знает? Помимо нас. Только один человек. Только один. Эдмон Дантес? Мы его же отправили в замок Ив. Он должен быть мертв. Мертвец вернулся к нам. Он никогда не забудет, что мы сделали. Он точно никогда не забудет, что мы сделали. Не забудет, нет. Кто же там внутри? Кто в этом гробу? Открою, узнаешь. Кстати, этого не было в книге. Ты открывай. Нет, я не буду. Перестань ныть и открывай. Не заставляйте меня. Быстро, я сказал. Там пусто. Это мне кажется, это... Он их уже потихоньку начин... Наед. Там кто-то есть. Ой, мама. Бавиль. Нежданчик, признаю. Нежданчик. Маленький. Быстрее, сюда. Этого что-то не было. Вы думаете, все получится? У нас нет выбора. Что-то я это не помню. Черт. Мама. Мама. Ты не слышала наверху какой-то звук? Нет. Может, это дедушка упал опять со своей коляски? И пока Валентина спит, никто не придет к нему на помощь, да? С другой стороны, может, ему это пойдет на пользу? Валентина спит. Я пришел, чтобы помочь Валентине. Похоже, он хочет, чтобы мы подошли. Так, тут мне реально любопытно, что случится. Он так говорил, кстати, это. Кажется, правым глазом он гласный считал, а левым глазом он согласный считал. Я два моргания, это значит, одно моргание А, потом В и так далее. И здесь такими же темами. Он указывает, что это она. Он указал, что это она отравит. Не может быть. Да, да. Неужели она? Бегите. Давайте, бегите. Что-то ты поздно. Где ты был? Это тебя не касается. Что? У тебя плохое настроение? А я специально ждала тебя, чтобы рассказать. Отвали, а. Рассказать? Что? Максимилиан решил сделать то, что задумал. Что? Он отправился к Вильфорам с Францем и Рено. Они за тобой заехали, но тебя не было. Но ты не был, поэтому... Он отправился к Вильфорам с Францем и Рено. Ну что? Что это значит? Капитан, капитан, это Эдуард. Преступники обнаружены. Отличная работа. Сейчас же взять их. И что вы хотели сделать с моей дочерью? Эээ, спасти от тебя. Да. Это кто? Это старый Дон. Подождите минуту, он же это? Он разве не... Труп? Что вы здесь делаете, дорогой мой? Ничего. Похоже, вы собираете информацию обо мне. Но он же трупак уже. Или нет? Что вы пытаетесь узнать? Что-то обо мне? Или о графе Монте-Кристо? Сейчас вы все узнаете. Так будет гораздо быстрее. Ну, примерно, да. Граф Монте-Кристо притворялся несколькими людьми. Он притворялся и аббатом. Он притворялся и лордом Вильмором. Он еще там много кем притворялся. Граф Монте-Кристо притворялся и лордом Вильмором. Черт, на самом интересном месте. Серьезно, вот это обидно. Слушайте, этого всего не было. Этого всего не было. Вообще. Вот серьезно. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии на сутки раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также хочу поблагодарить своих подписчиков за донат на Бусти. Мне очень приятно делать данный контент и будет вдвойне приятно, если вы, дорогие подписчики, поддержите меня звоном монет. Кто сколько может. Ссылка в описании. По скриптам, код ГЕС выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Также большое спасибо спонсорам канала Горгульчикам и Горгулятам. Итак, ну вот, наконец-то пошли моменты, которых вот, ну, помимо первой части, тут вообще вырезали много чего еще. Например, Кадруса возьмем. Кадрус просто так в этой истории не появляется. Кадрус, Кадрус вообще прошел очень долгую дорогу. Во-первых, он был в первой части. Во-вторых, к нему пришел граф Монте-Кристо, к нему пришел под видом аббата Бузони. Вот, вот сейчас он тут аббатом прикидывался. Вот примерно вот он пришел к нему, понимаете, для чего? Он очень хотел узнать всю правду. Примерно вот, знаете, аббат Фарья в тюрьме помог ему более-менее всю картину сложить вместе, но ему нужно было еще какое-то подтверждение. И для этого подтверждения он отправился к Кадрусу для подтверждения, понимаете, да? Он пришел к нему в виде аббата. Он пошел к нему в виде аббата и сказал, что он исповедовал Эдмона Дантеса, когда он умер. И типа Эдмон Дантес умер, и вот я его исповедовал. И он принес ему камушек, бриллиант стоимостью, там кажется, 50 тысяч франков, если я правильно помню, или 30. Кажется, 50 тысяч франков. Это баснословные, просто гигантские, колоссальные деньги были. И тот ему сказал, что Эдмон Дантес просил разделить эту сумму между его тремя лучшими друзьями. Между Дангларом, между Мондего и вами. И когда этот хороший камушек увидел Кадрус, тот поплыл. Тот поплыл и все выложил, все выложил, все рассказал, лишь бы оставили камушек ему. Он рассказал все подногодно, тут тварьство, тугниство, которое сделали с ним, сделали с бедным Эдмоном Данглар и Морсерф. Он все рассказал, чтобы этот священник оставил камушек только ему. Так и случилось. Аббат Бузони, то есть граф Монте-Кристо, то есть Эдмон Дантес. Это все одно лицо. Оставил ему камушек и потихоньку ушел. Удалился, подтвердив все сказанное. Вот все вот примерно то, о чем он думал все эти годы. Это первое. А теперь по поводу Нуартье. А теперь по поводу Нуартье. Здесь произошла, скажем так, быстрая переброска момента. Никто не похищал, ну нет, конечно, похитили, но это точно были не эти ребята. Не эти ребята похищали Валентину. Не пытались ее так спасти. Это было абсолютно не так сделано вообще. Нуартье прежде остановил свадьбу. Он остановил свадьбу с Францем де Пине. Это произошло очень интересным способом. Дело в том, что Нуартье, у него было письмо, написанное признание того, что происходило с де Пине. И вот он все рассказал. Он рассказал всю ситуацию, что это он виновен в убийстве де Пине. И в этот момент Франц по книге полностью разорвал все отношения с семьей Вильфоров. Потому что, ну как он мог жениться на внучке того, кто убил его родственника? Понимаете, да? Тем самым вот Нуартье остановил свадьбу ради своей внучки, в которую он души не чает. А вот этого момента не сказать, чтобы был. Интересно, получится им сбежать. Вообще, на самом деле, тут забирают лавры у графа Монте-Кристо. Это граф Монте-Кристо спас. Ну, тут этого не покажут, так что могу и сказать. Это по книге граф Монте-Кристо спас Валентину. Причем не один раз. Это все он сделал. Так что у него забирают очень большие лавры. Из него делают, я еще раз повторюсь, из него делают абсолютно отрицательного персонажа. По факту он ничего хорошего не сделал пока что. Что он делал в книге. Он делает только пока что нейтральное и плохое. Все. Что, что было? Десятая серия графа Монте-Кристо. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, а также на Бусти, где я выкладываю графа Монте-Кристо на несколько серий. Вперед! Удачи! Увидимся уже на 11 серии. Субтитры создавал DimaTorzok